Современная Россия практически в любой сфере деятельности паразитирует на остаточных достижениях СССР. Дипломатия – одна из них. Если в Европе уже более-менее разобрались, что имеют дело с аферистами, то на других континентах до сих пор Россию ошибочно считают не террористической шайкой, а государством. Благодаря тому, что еще Советский Союз поддерживал активные отношения с Африкой и Латинской Америкой, там до сих пор активно слушают московские рупоры. В частности, в Южной Америке Россия дополнительно развернула активную подпольную работу и заблаговременно обучила своих пропагандистов испанскому. Они действительно в совершенстве овладели языком и даже необходимыми диалектами, и потом под именами Фернандо или Пабло завели собственные блоги. Эти подставные блогеры несут сущую околесицу и бессовестно продвигают идеи Кремля, но поскольку делают они это на блестящем испанском, местное население верит полученной ложной информацией. За годы такого воздействия на мозги многие в Латинской Америке стали верить, что Россия это некий евразийский мессия, который призван победить весь оставшийся колониализм в мире. Россия это делает как минимум с начала 90-х годов по одной простой причине. Там осталась агентура, остались дипломатические представительства, остались связи со времен Советского Союза, и Россия их использует. В принципе, она это делала в Африке, она это делает в Латинской Америке. Поскольку с некоторыми странами у Советского Союза в Латинской Америке были достаточно неплохие взаимоотношения, Россия это использует до сегодняшнего дня, причем они это подают под тем же самым соусом, которым подавали раньше. Какой-то там антиколониализм и многие другие какие-то вещи. Антиамериканизм, это очень важный момент. И они это активно достаточно используют сегодня. Ведь за тысячи километров, которые разделяют Южную Америку и Украину, не видно, что именно Россия проводит самую, что ни на есть, колонизационную политику не только по отношению к украинцам, но и ко всем странам бывшего СССР, а также, например, в Польше, Болгарии, Сербии или странам Балтии. То есть попросту спит и видит, как бы там все захватить. При этом Россия умело играет на том, что США в Латинской Америке не очень любят по своим причинам и преподносит свою захватническую войну в Европе как некое противостояние Соединенным Штатам. Умело жонглируя фактами, Кремль запудрил мозги многим латиноамериканцам, от Мексики до Аргентины. Они вложили тогда достаточно много денег, в том числе и в пропаганду, в создание каких-то своих информационных различных источников, с помощью которых они доносили позицию именно России по тем или иным вопросам. В некоторых странах, например, в той же Аргентине, вот очень интересный момент, там очень большая российская диаспора, которая, кстати, сильно увеличилась после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Почему? Потому что, в принципе, Аргентина достаточно открыта для иммигрантов, и туда можно приехать. Она не очень дорогая прям страна, ну, в плане там проживания и так далее. И туда очень много россиян переехало. И Россия, понятно, через какие-то школы, которые остались там еще от белых иммигрантов, которые выезжали и так далее, пытается проводить свою политику и влиять там на общественное настроение. И где-то им это удается. Визит Владимира Зеленского 10 декабря 2023 на инаугурацию нового аргентинского президента Хавьера Милея стал не только важным дипломатическим жестом, но и открыл возможности для Украины, чтобы хоть немного развеять тлетворный дым российской пропаганды над Латинской Америкой. Это очень важный жест, потому что, ну, во-первых, это дань уважения, это важно, да, это дань внимания определенная. С другой стороны, у него же была четкая инициатива, почему он это как бы делает. Он это делает для того, чтобы найти новые какие-то, установить новые контакты со странами Латинской Америки и, по крайней мере, изменить ситуацию, когда там слышен только голос России. Голос Украины там тоже должен быть услышан. Учитывая, например, что и в Аргентине, и в Бразилии особенно, есть очень большая украинская диаспора, то есть, которая выезжала туда еще там во времена Голодомора в Украине и так далее, но этим тоже надо пользоваться. Хавьер Милей за свои противоречивые резкие высказывания еще во время избирательной кампании получил прозвище «Аргентинский Трамп». Например, он выступал против абортов из-за ношения огнестрельного оружия, а в целом обещал стране реформы и после вступления в должность вроде как взялся за дело, ликвидировав за три дня президентства половину профильных министерств. Как будут развиваться аргентинско-украинские отношения с новым президентом, пока не ясно. Но в любом случае, визит Зеленского заложил основу для того, чтобы Аргентина обновила свои приоритеты не только во внутренней, но и внешней политике. По крайней мере, в те дни внимание латиноамериканской прессы снова было приковано к Украине. В период войны сложно найти время и пролететь пол земного шара, но мы услышали вас. Ваши сигналы в парламенте и вашу личную энергию по поддержке Украины, наших людей, которые борются против российской агрессии. Возможно, после визита Зеленского Аргентина примет участие в четвертой встрече советников по реализации «Формулы мира» в январе 2024 года, и сделает это с более ясным пониманием того, кто на самом деле настоящий колонизатор в Евразии. Еще одна страна, которая постепенно отворачивается от России, это Бразилия. Президент Лула да Сильва, который стал президентом страны в третий раз в октябре 2022, отличается от своего предшественника Болсонару, хотя бы тем, что старается наладить отношения с Соединенными Штатами. В феврале 2023 он специально посетил Вашингтон, что стало четким сигналом возвращения Бразилии на мировую арену. При этом страна остается участником организации BRICS, куда входят также Китай, ЮАР, Индия и Россия. Кроме того, ожидается, что с 1 января организацию пополнят новые члены Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Египет и Эфиопия. А вот останется ли там в итоге Россия уже вопрос, ведь на грядущий саммит в 2024 году военный преступник Путин вряд ли поедет. А зачем организации такой невыездной и токсичный участник? Кстати, риторика самого Лулы относительно готовности встретить Путина на саммите уже не разменялась. Так в сентябре 2023 он радушно пригласил российского президента на саммит. Однако позже взял свои слова назад и во время брифинга в начале декабря в Берлине до Сильва вспомнил, что Бразилия является участником конвенции международного уголовного суда и римского устава, а значит обязана арестовывать преступников, на имя которых выдан ордер. Поэтому бразильский президент хоть и не отказался от своего приглашения, но недвусмысленно порекомендовал Путину оценить последствия своего визита в Рио-де-Жанейро. Президент России Путин будет приглашен на саммит-двадцатки в Бразилию, но ему придется иметь дело с международным ордером на его арест. Лула до Сильва в своих амбициях видит Бразилию гегемоном на латиноамериканском континенте и поэтому периодически выдает миротворческие идеи относительно войны России в Украине. Впрочем, далеко не всегда адекватные. Например, в апреле 2023-го он ни с того ни с сего предложил Украине уступить оккупированный Крым, потому что это якобы поможет прекратить войну. Наверняка Лула не в курсе, что еще в 2014 году Россия аннексировала полуостров, но на этом не остановилась, а только больше вошла в раж. Также он вряд ли узнавал, что Минские соглашения по прекращению огня на Донбассе Российская Федерация использовала исключительно, чтобы накопить силы и нанести новый удар. Эксперты считают, что сегодня Бразилия стремится занять нейтральную позицию, чтобы реализовывать прежде всего свои внутренние интересы. Они не идут на сближение большое с Штатами или какими-то другими странами, но они и не прям сильно изъедетом ложатся под Россию, чем хотела бы Российская Федерация, конечно. И это лучше, чем могло бы быть, скажем так. Тут есть претензии в Бразилии на роль глобального игрока в силу своих размеров и многих других каких-то вещей. И поэтому они заняли такую позицию. Она не сильно выгодна Украине, но она и не идеальна для Российской Федерации. И вот именно заявление, что вы прилетайте, но у нас тут есть ратифицированный статут, и непонятно, как оно все будет, это тоже очень показательный момент. То есть с Путиным дружат, но дружат до определенного уровня. Все-таки какие-то глобальные вещи переступать не хотят, понимая, что это негативно отобразится на стране, но явно нанесет ей какой-то репутационный и другой ущерб. Впрочем, для России ситуация может ухудшиться, если Венесуэла таки решит напасть на Гаяну. 7 декабря стало известно, что венесуэльский президент Мадуро заявил о решении аннексировать часть Гаяны, а именно ее богатый нефтью регион Эсикиба. От таких откровений гаянские власти привели вооруженные силы страны в состояние полной боеспособности. Но также и соседняя Бразилия заявила, что разворачивает войска вдоль границы с Венесуэлой. Они не могут допустить оккупации Гаяны, потому что это же прецедент, понимаете? Мы вот на самом деле очень мало знаем про историю Латинской Америки, потому что даже если посмотреть на наши высшие учебные заведения, даже профессионализированные, это как бы учится в основном в контексте какого-то факультатива. Или доисторических цивилизаций, древних цивилизаций, астеков, майя, инков и так далее. Но 19-й и частично 20-й век, я к чему веду? Если посмотреть на историю взаимоотношений стран на континенте, между ними было много разных войн. Это были разные войны. И соответственно у них какие-то претензии территориального и другого характера друг к другу остаются. То есть эти вещи там присутствуют. И Венесуэла просто в 21-м веке может создать прецедент, которого не хотят другие страны. Во-первых, это усилит Венесуэлу раз, потому что там полезные ископаемые. Понятно, чего они туда лезут. А во-вторых, это прецедент с точки зрения тех претензий, которые есть у других странах друг к другу. Поэтому это не просто своя безопасность. Это в том числе и намек не вздумайте этого делать, потому что тогда начнутся какие-то необратимые процессы вообще на континенте. Вероятная атака Венесуэлы на Гаяну отправила Россию в дипломатическую ловушку. Ведь с одной стороны, там давно поддерживают венесуэльского диктатора. Путин с ним разве что в десна не целовался. С другой стороны, выступить против Бразилии в России тоже не могут, потому и засунули на время язык в свой центр принятия решений. Если Венесуэла полезет на Гаяну, грубо говоря, а Россия скажет, мы там на стороне Венесуэлы, там был референдум. Это бредовый референдум, потому что это то же самое, что мы в Украине проведем референдум, например, о присоединении двух российских областей. Или тот бред, который они делали, типа присоединение части оккупированных территорий Украины. Кто там голосовал, где там кто голосовал, вообще не понятно. Но если Россия скажет, да, мы как бы поддерживаем, это, конечно, ударит по взаимоотношениям с Бразилией, да и другими, в принципе, латиноамериканскими странами, поскольку это неприемлемая позиция. Я думаю, что Россия это, кстати, понимает, и поэтому они пока не очень сильно эту историю комментируют. Потому что тут, знаете, такой момент. Можно в Венесуэле подыграть, но потерять гораздо больше. И все-таки отдавать все на откуп случая в ситуации с полномасштабной агрессией для украинского правительства более чем беспечно. Особенно, когда имеешь дело с хитрым врагом, который десятками лет извращал факты в угоду собственной политике. Россия любит манипулировать понятиями глобальный юг, что это как бы противостояние демократическим каким-то странам, Соединенным Штатам Америки и так далее. Украина с этими странами тоже должна уметь говорить. И, кстати, им объяснять, что, смотрите, Россия манипулирует. Она вам рассказывает про антиколониализм, а проводит в Украине просто колониальную политику. И, по сути, делает вас соучастниками преступления на таком дипломатическом уровне. И личные контакты в этом плане, они же играют главную роль. То есть вот Зеленский поехал, пообщался, показал, поговорил с другими. То есть он же там увидел и других лидеров, в принципе, от иноамериканских стран. И это очень правильно. Потому что если это повлияет на изменение позиций, например, в той же Организации Объединенных Наций, определенных стран, у нас это однозначно будет успех и неудача для России. Кроме официальных визитов, Украине стоит в разы увеличить дипломатические усилия в странах Латинской Америки. По-хорошему сделать это надо было еще давно, но именно сегодня поддержка латиноамериканцев важна как для справедливых голосований в ООН за резолюции о российской агрессии, так и для распространения правды про войну России против украинского мирного населения. Для начала надо заполнить вакуум во многих дипломатических представительствах, говорят эксперты. В последнее время принимались решения, туда поехало достаточно много наших дипломатов, но этого все равно недостаточно. Это первый момент, второй момент это общественная дипломатия, то есть в том числе через различные организации и наши организации диаспоры, активно коммуницировать с правительствами и так далее, приглашать, налаживать экономическое сотрудничество, потому что не всегда интересуются сначала политикой, прежде всего интересуются экономикой. Ну и делать ставку на наиболее такие крупные страны, это та же Бразилия, Аргентина, Чили, то есть важный очень момент, потому что страна в регионе играет, имеет значительное влияние. Парагвай, ну по большому счету, со всеми странами нужно общаться, потому что они все имеют голоса в организации объединенных наций. Это длительный процесс, но опыт, например, той же Африки, где мы за последний год открыли там больше десятка дипломатических представительств, показывает, что можно, в принципе, с ним справляться. И это работа на перспективу, которую надо начинать уже сейчас. Украинская диаспора в Латинской Америке может сыграть ключевую роль в том, чтобы продвигать правду в регионе. И для этого не нужно ждать политических решений. Именно личные инициативы украинцев в Бразилии, Аргентине или Мексике могут стать необходимым противоядием от яда российской пропаганды.